Создание, условно говоря, системы. Система состоит, на мой взгляд, из основных частей. Первое, это люди. Без людей никакая система техническая не нужна. Второе, это потребность. То есть, нафига мы, для чего, да? Третье, это техническая часть. То есть, это, грубо говоря, как делаем. Техническая часть, в моем понимании, условно говоря, децентрализованная база данных блокчейн, где мы фиксируем сделки. И сделка получается в том, что от одного человека или от одного лица физического и юридического другому лицу, юридическому и физическому, передается что? То есть, это какие-то договорные отношения. Сделки, это частный случай. Наша четвертая, это юридическая часть. Так как мы находимся на территории Российской Федерации и говорим о деятельности физической, то есть, передаче товаров, услуг на территории, то мы должны подчиняться законам территории Российской Федерации. Поэтому юридическая часть. Тут, наиболее, такая интересная форма, это термические общества. Техническая часть, это шуток глупчей. Вот, пятая. Пятая, это маркетинг. Значит, даже если мы хорошо, хорошо сделаем техническую часть, юридическую часть, все продумаем, но не будет выстроено вкусного предложения, чтобы люди или сарафаны маркетинга, или какой-то маркетинг, то вряд ли она должна получить. Маркетинг, он прямой, с людьми связан. Ну, люди, я отмечу, что, с одной стороны, это люди производители, которые производят, вот, и люди, которые потребители. Ну, так, все, так или иначе, являются потребительными. Вот. И так или иначе, каждый является производителем. Если мы говорим про потребительские общества, то это удовлетворение потребностей людей. Маркетинг, ну, здесь, мне кажется, наиболее интересно, это какая-то сетевая структура. Но сетевая структура, мне кажется, основана не на том, что привел человек и получил там, получаешь всю жизнь за него, а в первую очередь про поручительство. То есть, если ты с человеком работаешь, ты его знаешь, ты его обучаешь, ты ему помогаешь, то вполне логично, что часть, так сказать, вознаграждения за эту помощь получаешь. Здесь, вот, маркетинг, пускай там, MLM, условно говоря, не с потребителя, ну, или не столько с потребителя, сколько с производителя. То есть, переворачиваем там с головы на ноги, да, говорим, что нам интересно, чтобы производились продукты, а не потреблялись. Потребителей у нас много. Каждый первый, он хочет что-нибудь потребить и в больших количествах. А вот производителей, чтобы сказал, я хочу произвести такую вещь, вот этого мало. Но чтобы это стимулировать, мы, как бы, делаем упор в первую очередь на производителей продукции, ну, и предпринимателей, людей, которые способствуют этому развитию. Даже торговля или, там, распространение информации, это все равно деятельность, которая приводит в итоге к появлению новых технологий и развитию этого всего, чего нам надо. Ну, и шестое, или я нулевое, теперь пишу, нулевое, это команда. Значит, система, если мы говорим о системе, она невоскрожна без создания команды, потому что сама по себе она не появится. И в одиночку ее сделать не реально. Команде я предлагаю, собственно, вот эти пять направлений, условно говоря, выделить в отдельные такие направления, пересекающиеся, естественно, и чтобы каждый взял на себя какую-то часть, несколько частей. Мне больше всего техническая часть нравится. Есть еще общая, там, идеология, не знаю, назвать ядро. Ладно. Я как-то вот это прослушал и не совсем понял. Ну, вот я сижу, да, я с одной стороны предприниматель, производитель и так далее, но что-то почему-то я остался равнодушен к тому, что я услышал. Что-то я не понял, какое-то отношение имеет ко мне, вот в конкретных образах у меня это не возникло. Хорошо. Я начал. Сначала я начал уже как бы с середины. Если начнем с начала. Есть человек, человек в этом мире живет, в этом мире, вот этот мир, и он с ним взаимодействует. Он что-то отдает в этот мир, что-то получает из этого мира. Так иначе каждый из нас, ну, это вся и человеческая, и вообще животная. То есть, короче, жизнь это взаимодействие с миром, да. А когда мы говорим про экономику, каждый человек, он живет, ну, я исхожу из своей картины мира, да, по пирамиде масло, грубо говоря. То есть, в первую очередь, потребности, там, безопасности, еды, там, жилья, базовых потребностей. Потом самореализация, потом, там, дети, пошло-поехало, там, какая-то духовная, там, жизнь, чтобы воспринимали, чтобы тебя похвалили. Вот сегодня мы же здесь обсуждали. Дети и взрослые, они очень много чего делают просто за то, чтобы их похвалили. Сказали, да, ты молодец, делай проект. Вот, это тоже немаловажно. Ну, и дальше духовная какая-то часть, там, не знаю, приобщение, то есть, откуда мы взялись. Я думаю, это ладно, давай, я сейчас не буду пирамиду масло, я думаю, люди образованы. Я исхожу из того, что сначала надо базовое, ну, и, собственно, никто не мешает дальше другие потребности, потому что, так или иначе, это товары и услуги. То есть, даже к духовному, там, священнику приходишь, когда ты получаешь услугу, а за нее платишь, платишь своим временем, платишь подаянием. Цена может быть разная, но все равно что-то отдаешь, что-то получаешь, логично, да. Вот, человек, каждый человек, он живет в современном мире, который, вот, у нас коммерческий мир, то есть, за деньги, большая часть покупается за деньги, ну, или ресурсы, там, несут. Когда мы говорим, что, как бы, все люди что-то потребляют, это хорошо, но мы, конечно, в первую очередь, концентрируемся на какой-то целевой аудитории. В первую очередь, я, вот, лично я предлагаю целевую аудиторию, брать это предприниматели, ну, и производители продукции, возникает вопрос, какая у них потребность, ну, бизнесмен, одним словом, да, бизнес, дело, люди, которые занимаются своим делом. Существуют потребности, ну, первое, условно, никто не отменял, но существуют конкретные финансовые инструменты, которые сейчас, они не очень такие стабильные, ну, в частности, у трубы, то растет, то падает, в общем, непонятно, как даже сделки заключать, в контракте напишешь, там, 100 тысяч рублей, завтра он обвалился, и что, тебе контракт выполнять, а это уже ничего не стоит. И это что дает? Сделки разрушаются, доверять людям, как бы, не получается, проще дешевле кинуть, чем свою репутацию, там, что-то как-то, и банки, банковская деятельность, она ничуть не лучше, банки лопаются так же. А, как бы, предпринимательская деятельность, бизнес, он, как бы, делается на том, что поступление платежей и платежей другим, как отрагентам. Вот. Значит, исходим из того, что банковская не очень надежная, кроме того, как только счет в банке открыл и положил туда деньги, и они тебе уже не принадлежат, де юре, де де факто. Они принадлежат банку, банк ими распоряжается. Когда ты делаешь запрос на вывод, там, допустим, ну, да, можешь получить их обратно, собственно, и большей частью так и получается, но можешь и не получить, вполне не обессудить. Для того, чтобы иметь какую-то гарантию, надежность работы, а надо сказать, что, допустим, это человек, или предприятие не суть, а владелец предприятия, он взаимодействует с другими людьми, и эти другие люди, они тоже имеют, как говорят, через банковскую систему. То есть сейчас, условно говоря, это вот такая денежная система. Плохого, в принципе, ничего нет. Она работает как-то, но можно лучше. И, в частности, такой механизм, как переводы между юрисдикциями, там, трансграничные переводы, как бы разные плюшки, выяснилось, что, в общем-то, все эти санкции, которые придуманы, там, условно говоря, плюс, там, вот эти черные списки выездных-невыездных, с кем можно вести дела, с чем-то, с кем нельзя, это все придумано, и мы на это можем не обращать внимания, причем легально. Для этого посмотрели, когда вспомнили, что есть потребительские общества, ну, или кооперативы, которые дают возможность создания такого государства в государстве. Причем, это международная тема, и даже если она зарегистрирована, там, юрисдикция Российской Федерации, то она может спокойно работать по всему миру, без ограничений. То же самое с любыми кооперативами, зарегистрированные на любой другой территории. Ну, как бы, лично для меня юрисдикция той или иной территории, она является вторичной. Но мы все равно живем на какой-то территории, по этому. Вот это вводка. Убедил ли? Ну, не знаю, скажем так. Не то, что убедил, не убедил, а вот... Пока я не совсем все-таки понял. Ну, вот я живу, что-то делаю, что-то и что-то. Что мне это дает? Короче, замена банковской системы. Существующей банковской классической системе. Альтернативы. Которая имеет свои преимущества. В принципе, могу их описать. Первое преимущество работы в системе свободной, кооперативной, то, что защита от трейдеров. То есть, когда один собственник, там, или несколько, на территории, там, коммерческой фирмы, очень легко отжать. Ну, можно отжать. В том числе, государственные чиновники тоже этим занимаются. А второе, это трансграничные переводы. Значит, сейчас это дорого, если в обычной банковской системе. Третье, это, условно говоря, рабочая сила, ну, или сотрудники, которые из других юрисдикций. На данный момент необходимы патенты, разрешения, куча справок и так далее. Мы это можем обходить. То есть, любой пайщик может, грубо говоря, приехать и взаимодействовать, предлагать свой труд, вкладывать его как пай. Это можно делать. И, в частности, там разбирался вопрос о том, что китайским людям, да, интересно отдыхать где-нибудь вот в Сибири, например, там, смотреть на красоты. А существует некоторая проблема, что русские, они не привыкли обслуживать, особенно китайцы. И культура другая. Поэтому, почему бы китайским рабочим не приехать и не обслуживать китайских туристов? Мы это можем организовать. Дальше, там еще ряд есть возможностей. И один из, это приобретение той или иной продукции у других людей за счет своих активов. То есть, под активы выпускаются расчетные единицы, с помощью которых ты можешь приобретать продукты. То есть, закрывать кассовые разрывы, например. То есть, для этого не надо брать кредиты в банках. То есть, это хорошая альтернатива как сказать, займа, то есть, альтернатива кредитам. Или, да, вообще уходим и от займов, и от кредитов, говорим о выпуске векселей. фактически мы делаем обязательства. Вот. И дальше. Вот. Ладно. Давай дальше. Я себе представляю там систему. Центральная часть, ну, как всегда, рисую. Круглешок как разный. Типа ядро. Вот. делаешь шляпку на радио. Очень рекомендую. Здорово. Молодец мужик. Хороший. Ну, у него будет получен суд, закончился. А, суд не закончился, он длится, но колеоны использовать пока нельзя, пока судебное дело. в юрисдикции Российской Федерации бумажные колеоны скорее всего никак не пойдут. Поэтому мы говорим про юрисдикцию других государств, либо вне юрисдикции территорий, то есть юрисдикции интернета. И это не бумажная форма, естественно. Это электронная форма, которую, так сказать, в делу решить нельзя. Вот. предполагаем, что есть предприятие, и вдруг возникает какая-то проблема в предприятии. Ну, пока все хорошо, оно хорошо и работает хорошо, образ нет. Возникает проблема. Проблема в чем? Кризис экономический. И что делают? Кассовые разрывы идут, зарплату выплачивать нечем, продукция стоит. При этом люди, которые продукцию употребляют, они с удовольствием бы ее приобрели, если бы у них деньги были. А у них денег нет, потому что им зарплату не выдают. Короче, замкнутый круг. Центробанк как бы валютную, денежную массу уменьшает, деньги из экономики изымает, а как бы то, что вот сейчас говорится выпуск, там, не знаю, триллион рублей, он все равно пойдет на биржу, на покупку доллара, потому что доллар это валюта стабильная, а рубль надо побыстрее от него избавиться. Так или иначе. Ну понятно, есть товары, услуги, нет там обменных единиц, да, нету экономической деятельности и дальше люди начинают придумывать всякие бартерные схемы. Это неплохо, все нормально, но бартер он неудобный. Например, там, телевизоры обмениваешь на холодильнике, ну обменял, а тебе не телевизоры, не холодильники нужны, тебе топливо надо, хлеб надо, ну пошло, поехало. Чтобы иметь достаточно широкий спектр, на рынке, да, на рынок приходишь и за рубли там все покупаешь. Вот то же самое. Приходишь на рынок и покупаешь за расчетные единицы. Но эти расчетные единицы это пои. То есть, грубо говоря, потребительское общество так или иначе выпускает свои расчетные единицы деньги, которые обеспечены активами, то есть продукция, товары, в общем, реальными ресурсами. Там отдельный разговор, что это могут быть купоны, это могут быть в том числе векселя, ценные бумаги и пошло, поехало. Ну, вообще, механизм обеспечения, конечно, вопрос. я выпускаю какую-то расчетную единицу килограмм сахара, если я произвожу сахар. Это ресурсное обеспечение. То есть, вот именно купон килограмм сахара и все, больше ничего. То есть, это как германский опыт, когда у них начало 20 век, что там декорентиляция была, да, и там уголь, короче, стали, купоны на уголь были, да. Так или иначе, сейчас тоже вводятся эти товарные талоны, и в Америке они вводятся. Вот, и сейчас вот эти карточки социальные тоже самое. Да, это понятно, что сейчас идет такая тенденция на каких-то локальных денег. Это развивается. Вопрос в том, как это появляется и как это обеспечивается. Давай напишу. Это, значит, тоже синий. Зеленый где-то эти моменты. Вот. Значит, гипотез состоит в том, что, допустим, есть человек, у этого человека есть некоторый актив, не знаю, пончика нефти у него стоит в сарае. Этот актив, в общем-то, это есть ценность. Его можно оценить по какой-то там в общем, жиночной, не знаю, в общем, какая-то стоимость. он приходит, он приходит, грубо говоря, в оператив. Говорит, хочу у вас приобретать продукцию, вопросов нет, что у тебя есть, чем меняться будешь. Говорит, давай так, есть два варианта. Либо ты эту бочку нефти к нам передаешь на наш баланс, и мы теперь будем, ну, то есть потребительское общество там будет владельца. Либо второй вариант. ты выпускаешь в Ексель, берешь на себя обязательства, под обеспечение этой бочки. Пускай она там стоит, допустим, 100 единиц. Ладно, бочка нефти сейчас стоит, по-моему, 30 единиц. Вот. Выпустить он в Ексель может максимум на 15. То есть обеспечение в два раза. То есть не больше, чем 50 процентов. Вот на эти 15 единиц, пожалуйста, любую продукцию выбирай, приобретай. Юридический момент. А кто оценивает? Совет. Совет это орган, который действует постоянно. Самое главное предприятие. Вот. Хороший вопрос. Когда про предприятие говорим, само предприятие, коммерческая фирма, оно не может вести такую деятельность. А при предприятии, в принципе, никто не запрещает организовать параллельную структуру, назвать ее кооперативом, где все участники этого предприятия, работники, становятся заодно еще и пащиками. И участвуют в этой экономической деятельности. В этом не даст слушать. Вот. Продолжим. для того, чтобы обмениваться с другими участниками юридически, необходимо обеспечивать взаимную передачу паев. Есть три варианта. по основному телефону. Это либо создание общего оператива или союза, который красный окружок, либо взаимное вождение группы, когда одно потребительство общества становится паечкой другого потребительства и обратно. таким образом можно передать часть паев туда или туда. Либо есть еще один интересный вариант. Когда есть какой-то человек, который присутствует и тут в этом потребительском обществе и в этом потребительском обществе. Я рассказываю, чтобы не было паузы. Вот третий вариант, когда человек находится в разных потребительских обществах, в нескольких, в этом случае мы можем легально производить операции обмена паями по следующей схеме. Значит, например, этот человек принес актив, у него есть 15 единиц на его счете и он хочет приобрести какую-то продукцию вот тут, товар. Этот товар внес вот этот человек здесь расчетный единиц свои, свои паи, свое потребительское обществование. Здесь свои паи, свое потребительское обществование. как вот эти 15 единиц передать что-то юридически это никак. Ну, то есть, я сказал бы, союз, либо там взаимоохождение, но можно проще. Эти схемы, они сложные. Можно проще гораздо. сказать, этот человек передает допустим, вот этот товар стоит 15 единиц, он передает 15 единиц вот этому человеку внутри одного трюбезгопчства, а так этот человек в одно и то же лицо, то внутри системы базы данных децентрализованных вне юрисдикции территории, вне юрисдикции территории. Делается запись, что передал окей, и этот в свою очередь передает сюда 15 единиц. Не уловил человек. То есть, чтобы приобрести продукцию из другого потребительского общества, необходимо передать свой пай, ну или платежные средства, условно говоря. Для этого делается такая цепочка, передается в одном потребительском обществе, через третье лицо, передается как бы единицам сюда, они здесь остаются, дальше через виртуальную систему децентрализованных вне юрисдикции. В одном потребительском обществе передается, у них там в потребительском обществе произошел обмен паянием. Да, да, именно. Он просто передал пай, он не поменял, он передал, просто отдал. это можно делать, подарить пай внутри потребительского общества. То есть, я тебе дарю 100 рублей, пай в виде 100 рублей, все, тебе подарил, все. Здесь происходит такая же операция. Вот этот человек дарит 20 единиц вот этому человеку переводит. А этот человек в свою очередь дальше поставляет товар уже как частное частное лицо. То есть, вот это лицо частное поставляет товар вот этому частному лицу. Это делается опять же уже вне юрисдикции того или иного потребительского общества или какой-то территории. То есть, это взаимоотношение между двумя частными лицами. Какая заморочка еще. И вот мне, допустим, передали машину. Мне же надо там продажи, там что-то еще с налоговым отношением. Дарение. Да? Дарение. Ну, даже дарение, собственно, все равно налоговое обратит внимание что это за дарение. Понятно, что и наследство и дарение все это самый лучший вариант, самый лучший вариант, это создать одно потребительское общество глобальное, куда войдут все люди. Тогда они спокойно между друг другом обмениваются. Вопросов нет. Но, так как многие люди, то есть, интересная особенность, многие люди, которые такие активисты, говорят, давайте кооперироваться и создают свои потребительские общества. Говорят, вот, я создал, давай ко мне присоединяйся. Это не только потребительское общество, это вообще современная тенденция. Любое вообще, все кричат про объединение и каждый делает что-то свое. Все. Вот это патриотическая партия, вот все, да, давайте объединимся и каждый там делает свою патриотическую партию. я предлагаю такой выход. Есть предприятие, предприятие есть собственник. Давай там, не знаю, рисуем вот таким цветом. Собственник предприятия. Собственник предприятия, понимая, что кризис надвигается, кассовый разрыв, людям надо выплачивать, выплачивать там, ну и вообще сэкономить можно, грубо говоря, потому что система более эффективная и дешевле обходится. Запускает такую программу, регистрирует потребительское общество и предлагает людям войти в него. Ну, предлагает очень просто. Хочешь получать зарплату, получаешь в рублях, а хочешь получать зарплату еще и премию. Получаешь зарплату, как получал, в рублях, тратишь ее, а премию получаешь в виде пая, расчетных единиц, на которую приобретаешь продукцию своих друзей. То есть этот человек и другие его друзья предприниматели бизнесмены создают клуб. Клуб. предпринимателей называют бизнесмены. Вот. Клуб заключается в том, чтобы договориться между собой о предоставлении продуктов для своих людей. потребителей. Ну, отлично. В принципе, если они могут сделать этот клуб, почему бы они сделали этот клуб потребительским обществом и не заводили своих сотрудников пайщиками в это потребительское общество? Это можно сделать, но по факту уже существует потребительское общество много. И как сейчас вытянуть, то есть предложение какое? Там у тебя есть потребительское общество, все, бросай его и присоединяйся к нашему. Пойщикам на это не идут. Но потребительское общество может войти в другое потребительское общество, наверное. Вот, взаимное, да, но там юридические сложности. То есть, по крайней мере, когда я разговаривал с Татьяной Ивановой, виртуальная страна Дарья, она сказала, что общалась с юристами и ей такую схему сказали, что не надо такую схему делать. То есть, в принципе, теоретически можно, но практически ее никто не делал. Так же, как говорят о союзах, объединениях, передаче «Мир во всем мире», теория есть, практики нет. Поэтому, мне кажется, наиболее простой вариант, это когда одно потребительское общество внутри предприятия, внутри деревни одной. И все. Дальше не надо никуда. И как бы лишних людей пускать не надо. Почему? Потому что там, как ни крути, субсидиарная ответственность, и если ты не знаешь этих людей, как ты за них можешь поручаться? Понятно, что тут поручительство в ограниченном объеме, то есть, не больше, чем там. Тем не менее, то есть, можно объединяться только с теми, кого ты знаешь, желательно лично. Внутри одного предприятия, мне кажется, это вполне реально. Вот. Теперь давай про кружок. Как мне кажется, вот этот клуб, ну, пускай совет, совет и назову. Кстати, Шляпников в речи сказал, что когда организовывали хозяйство, то подумали, решили, что чего хотят, девиз свобода, самодостаточность, самообеспечение. То есть, чтобы не зависеть от других, необходимо лечь договорится. Значит, предполагаем, что совет клубная система договорится между собой о ведении общей деятельности экономической. и это обмен продукцией. Обмен продукцией, обмен ресурсами. Я рисую так, протокол. Протокол передачи ресурсов. Это программа уровня, то есть, это уже техническая часть. Для этого у каждого человека есть свой счет внутренний в системе, в децентрализованной системе. На этом счету записаны какие-то там единицы расчетных, которые могут быть выражены в любых, абсолютно любых туберках. Кому нравится вить рублей, они видят рублей. Понятно, да? Так как система, грубо говоря, децентрализованная, не имеет какого-то одного центра, а работает на серверах, которые дублируют друг друга, то есть, в каждом потребительском обществе или в каждой локации свои. Свой сервер, который дублирует сервера, данные на серверах и участников. Таким образом, децентрализованная система и счета, даже если вдруг сервер упал или что-то произошло, или там, не знаю, армия пришла, там, рейдеры пришли, что угодно. Это можно взять готовую систему Ripple, например. Да, вот это наиболее вероятная модель, взять или готовый Ripple, или там, может быть, Next, или, может быть, свою делать, но смысла особого нет. Там обмен ресурсами. Уже все, есть система. любые денежные единицы, какие хочешь, заводи, там уже большая часть заведена. То есть, действительно, ты можешь передать от одного человека к другому человеку любую фактически, если он тебя сам считает платежеспособным и... Да, именно так. Вот, собственно, вот эта идея. Про векселя отдельно, да, то есть, Андрей Кузнецов предложил сервис учета векселей, децентрализованный, опять же, но подтверждение векселей, ну, или клиринг, или как там называется, депозитарий векселей, это как раз централизованная часть. Ну, это не суть. Значит, вот протокол... это тоже, я так понимаю, все-таки, что-то у них есть централизованное, там есть какая-то... Там централизованная эмиссия, изначальный, Ripple, который один раз... Это не важно, это не важно, потому что вот эти XRP, или как они называются? XRP. XRP. Вот, они, в принципе, не имеют особого значения для системы. Ну, по сути, там централизации нету, там есть церковь. Каждый имитирует свои просто... Скажем так, по мне, это как система взаимокредитования так называется. поэтому банки сейчас там порядка 5, по-моему, крупных банков я не помню точно, и... У них здесь какие-то там консулы включительные, которые обладают какими-то такими вот... Нет, слушай, я про это не знаю, честно говоря, то есть я знаю, то, что там есть минус 1, это то, что риплы, которые были имитированы, они находятся в руках на испеке людей. Вот. Ты их можешь покупать, риплы используются не как валюты, риплы используются как расчетные единицы для совершения транзакции. То есть так как каждая транзакция чего-то стоит, надо за нее заплатить. Платишь вот этими риплами. Так разу, да? Да. Так же, как комиссии биткоинов, Next, где угодно. Комиссию платишь, а платишь комиссию вот этими внутренними. Ну, условно говоря, без накида, 10 копеек платишь. Ну, я все равно, да, комиссия копеечная абсолютно. Так, что я хотел сказать? Значит, совет, протокол, не, ну, в общем, это все. А, клиринговый центр, клиринг. Клиринг. Что такое клиринг вообще? Это, по сути, взаимо, короче, бартер, когда осуществляется, для того, чтобы понять, кто кому сколько должен, я тебе там 10 тонн риса, предоставил, это мне 100 тонн молока. Вопрос, кто кому должен теперь, что вы. Вот, чтобы понять, как это работает, клиринг. Клиринг – это такая централизованная часть, где как раз клуб, совет старейшин, он осуществляет, во-первых, оценку тех или иных ресурсов, ну, скорее всего, по рыночным как-то делам. Вот. И, раз в год или, может быть, раз в день производит учет, оценку активов, которые остались на счету у человека. И, может, кредитоспособен он или нет. Примерно так. про техническую часть. В принципе, я уже рассказывал, я нахожу. Может быть, я не знаю, другой раз, а в то время уже десятый, я сейчас говорю. Про техническую часть я рассказывал, есть на видео, про юридическую часть. Ну, вкратце сказал, как там конкретно делать, непонятно, но, собственно, разные есть варианты. Какой будет непонятно, я предлагаю делать по-простому. Несколько потребительских обществ, которые... Вся вот эта ерунда была бы ненужной, вообще ненужной. Если бы внутри одного потребительского общества было. Нет, на самом деле. Мне кажется, даже если просто использовать Ripple, все, больше... вопрос юридический про территорию Российской Федерации. Как только ты передаешь товар... Я согласен на то, что ты не можешь сотрудникам выдать зарплату этим Ripple. То есть надо прикрывать свою задницу, грубо говоря. То есть есть учетная система бухгалтерия. Бухгалтерия это цифры. Цифры ты можешь ввести где угодно, как угодно. Но когда... То есть весь этот геморрой исключительно из-за законодательства, которое создано... Да. Так как мы находимся на территории, то мы обязаны выполнять определенные требования. Для этого мы юридическую форму подтягиваем пикселей, этих потребительских обществ. Оно законное, оно действует. Значит, вот опыт с швеймуратиками показал, что товарные талоны не очень хорошие темы. Ну, с юридической точки зрения. Да, там только юридическая. Причем, понимаешь, с точки зрения... Практически прекрасная. На самом деле, выпускать свои частные деньги проблем нет. Практическая там заключается в том, что приходит прокуратура и ты закрываешь участника. Один, грубо говоря, товар передает, другой деньги передает, и они обмениваются, паяют. Понятно здесь, что это купля-продажа. А если сто участников и все между собой меняются, это есть удовлетворение потребностей. То есть цели создания. Понятно, что налоги платить все равно надо. И, слушай, давай я расскажу еще вот такую тему. Ну, давай, минут 10. Значит, здесь чертаем. Так как мы понимаем, что находимся на территории подконтрольных властям, власти это люди, у которых есть свои KPI, которые должны собрать там сколько-то налогов, то им пофигу, откуда эти налоги придут. Они должны собрать и отчитаться перед вышестоящим. Предполагаем, что есть какой-то регион, который находится там, допустим, в России. В этом регионе есть какое-то предприятие. Сейчас там кризис в перспективе хорошего тоже на свете. Для того, чтобы эта деятельность шла, чтобы продукция производилась, а люди получали свою оплату таким-то образом, предлагается договориться с властью чиновниками, что ребята, мы либо закрываемся, банкротимся, тогда мы вообще никаких налог не получили, либо давайте договоримся, такую схему сделаем, что мы легально, юридически легально действуем внутри себя, обмениваемся, а так как потребительское общество это не коммерческая тема, там нету налогов, там нету комплект-продажа, но мы все понимаем, что платить-то все равно надо, поэтому предлагаем такую штуку, система черта, кстати, она называется союз совладельцев собственников России, то есть получается СССР, программа, которая была в 91-м году, до этого придумана и к сожалению она не резалась, развал, разруха, и в итоге Чертаев умер, но не суть, значит очень просто, работник, работая на предприятии, он получает какую-то оплату, условно-то, регулирует продукт, из нее грубо, грубо говоря, половину получает себе в карман, ну как зарплата сейчас, то есть если посмотреть по квиточку, то мы платим порядка 18%, 13%, и еще работодатель на каждого сотрудника платит страховой, медицинский, пошло-поехало в разные формы, и это нужно увидеть, так вот, половину, грубо говоря, он себе в карман, и дальше части делятся на различные фонды, но эти фонды, они не отправляются куда-то там, наверхушку, чтобы они там распилились, а они формируются внутри этого предприятия, внутри этого потребительского общества, то есть потребительское общество назначение какое-то удовлетворение потребностей, а потребность медицинская, образовательная, это тоже потребности людей, для того, чтобы это все, это финансы, ну как ни крути, это ресурсы, это деньги, для того, чтобы это было, человек предложил просто увидеть, значит, 5% на пожарных, 5% на обеспечение безопасности, на полицию, 5% на медицинской системе, да, то есть, причем постоянно, то есть, неважно, болеет человек, здоровый человек, пока он работает и получает прибыль, денежки, доктор, который его обслуживает, он будет получать свою прибыль донора, если человек заболеет, перестал работать, перестал приносить прибыль, доктор, денежки тоже не получит, поэтому у доктора прямая заинтересованность, чтобы все люди были здоровые, у милиции прямая заинтересованность, чтобы все люди были обеспечены безопасностью, чтобы, не дай бог, там, что-то не произошло, иначе он просто тупо теряет свои деньги, все просто, у пожарников, и там, у других, то же самое. И важный момент, чиновый, руководитель региона, местности, он тоже помогает реализовать, помогает людям жить, то есть он лоббирует там вопросы, решает, ну, худшую, он получает свою долю, ну, там, порядка 4-3%, я не помню, в итоге получается такая система, которая все же интересованы. Ну да, то есть чем больше, тем лучше живут люди, тем лучше чиновник, тем лучше неудачу, тем лучше врачу, да, и так далее. Да, нашли момент, интересно, в основном, сколько я вот тебе вижу, там идет речь про то, что брать налоги с потребителя, то есть ты вот купил пачку чая, ты должен заплатить на нее налог. Нет, как бы система нормальная, но так или иначе все делается с этого управления там потребителей, про них столько много говорят, там клуб защиты как потребителей пошло по их. Я считаю, что надо защищать производителей и работников, которые у них есть. Да, да. Маш, 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 Грубо говоря, защищать производителей, потому что они кормят всю гвардию и работников внутри предприятия, и чиновников, и милицию, и полицию, и школьных, и пошло-поехало, короче, все. Пока у нас есть производство, продукцию мы производим. Да, при такой схеме половина продукции, половина произведенной продукции на предприятии, она уходит на разные нужды. но это гораздо лучше, чем просто банкротить и сидеть такие, ну у нас кризис. Блин, да какая разница, произвел там три сотни яиц, отдал полторы сотни яиц, у тебя полторы осталось, а кризис, когда у тебя ничего нет, у тебя вообще ничего нет, и работники разбежаются. это натуральным продуктом платишь? А, нет, конечно, это все выражение, но, значит, что такое вообще? Произвести-то произвести, я могу головоломок наштамповать много, другое дело, что продать я их могу гораздо меньше. Вот тут вот начинается... Здесь весь вопрос в том, что когда ты производишь продукцию, есть несколько моделей, ну условно, есть право-фандинг или совместные покупки, когда люди отдают свои ресурсы до того, как продукт произведен. Таким образом, у тебя уже гарантированный спрос сразу. Есть второй момент, когда ты производишь и вводишь это, грубо говоря, в потребительское общество. То есть, есть вот этот совет, который сидит и смотрит, значит, есть востребованность или нет. Например, сейчас на рынке такая ситуация, построили жилья в Херму тучу, и вот сейчас вот дом там 100 квартир, квартиры продавались по 5 миллионов, сейчас они продаются по 2,5 миллиона, их не особо берут. То есть, даже в рублях они подешевели, да? В рублях, да. Ну, там могут быть свои моменты, но то, что в долларах подешевели, это однозначно. А доллар у нас денежная единица, а рубль это просто какая-то такая. Так вот, когда ты произвел продукцию и вводишь ее, то люди, которые, собственно, принимают решение, выборные люди, они смотрят, какая рыночная цена. Если ты произвел на миллион квадратных метров, они никому не нужны. Ну, рыночная цена там 10 копеек. Все просто, ничего такого. другое дело, что есть люди, которые хотят потреблять например, те же самые квартиры. Мы, как ни крути, но нам надо где-то жить, расти детей, а у нас нет денег это купить. А у этого чувака нет возможности продать, потому что у людей нет денег. При этом жилье есть и потребность есть. Вопрос, а что мешает договориться? Что мы берем жилье, а тебе возвращать будем в течение 10 лет будем возвращать свои продукции, которые будем на рынке продавать, которые ликвидны. Обычные товары. Понятно, да? То есть сейчас неликвид, востребованный неликвид, то есть неплатежеспособный спрос, востребованный неликвид, берут для того, чтобы потом дать ликвидность. такая схема. Понятно, что все соотношение цена можно ждать окончания кризиса, можно разные схемы придумывать, но как минимум мы закрываем сразу. Людям даем жилье, люди получают то, что они хотят, и плевать на деньги. То есть когда у тебя есть еда, есть жилье, дети сыты, накормленные в школу ходят, тебе деньги не нужны становятся. Расчетные единицы в телефоне там есть. То есть ты открываешь приложение, у тебя есть накопление, ты этим накоплением раз... Но это не деньги, надо понимать. Это расчетные единицы. Поедем. так, что еще вкратце так. Ладно, что, завершаем это. Ну да. В принципе, у меня привязки к сорокам тоже были подобные мысли. Репутация. Нет, там помимо репутации, понимаешь, репутация это одна вещь. Другое дело, что также понимая то, что люди могут оказывать услуги, и люди хотят получить услуги, но люди не готовы платить за них деньги. Но и людям неинтересно обмениваться услугами. Вот ты мне услугу, я тебе. Это нереально. Но я хочу у него услугу, он хочет у тебя услугу, ты хочешь у меня. То есть где-то этот круг когда-то замкнется, но он замкнется на каком-то невиданном. Вот как сделать так, чтобы мы не искали вот эти цепочки, где оно должно замкнуться, а чтобы я просто получил услугу у кого-то, а ты получил услугу у меня. Но в итоге у меня был некоторый определенный баланс. взял. Все. И этого баланса достаточно. У тебя есть баланс, который в виде одной цифры. Это сколько у тебя денег в кошельке. Вот это и есть баланс. Но это деньги, которые обеспечены твоими активами. На самом деле активами что значит активами? это любые товары. Активы на самом деле нет. привязки сарафана в первую очередь по услуге. Актива может быть и вексель. Нет. Это долговая обязательность. сарафан это просто биржа услуг и больше ничего. И в принципе если посмотреть на это с этой точки зрения, то если я кому-то заказываю услугу, он не объявляет какую-то цену. И как же я тебе объявляю цену? Это цена может быть? Я не вижу здесь места для коррупции. Мне невыгодно хоть это и виртуальная единица, но если мне объявят любую цену, я ему обошляю этих денег, у меня счет будет отрицательным. Даже несмотря на то, что условность единицы, ее не существует, но этого достаточно. Даже не нужно искать цепочек их замыкать, достаточно просто индекс дал, взял, все. Это работает. в видео записывали как раз нулевой баланс, то есть система с нулевым балансом. То есть всегда кто-то кредит, кто-то делит, в сумме ноль. А в той схеме, которую я нарисовал, векселя, когда человек выпускает, это его долговые обязательства. То есть он является кредитором. То есть фактически да, то есть если я у кого-то заказываю... То есть он кредит берет, у него в счету кредит, у него минус. В принципе, с другой стороны, это называется система взаимного кредитования. кредитов. С потребитель взаимного кредитования. Но так как кредит, слово, оно подразумевает получение процента и это коммерческая деятельность, то слово кредит не надо произносить, надо говорить слово взаим. То есть это взаимного обеспечения. Когда у тебя есть актив, у меня есть актив, нам надо построить мост. Мы под эти активы берем ресурсы у третьего человека, строим мост, при этом потом возвращаем под свои гарантии. В общем, я не помню, но это пособие по выпуску локальных валют есть, очень интересная. Там они в принципе описывают много разнообразных опытов и говорят о том, что вот эти системы взаимного кредитования, они наиболее оптимальны. Самого устойчивого результата дают, но там есть проблемы. Потому что я могу нахапать себе, у тебя заказать, у него, у этого, и сам ничего не отдать. Это обесценивает всем известный ВИР, когда обмениваются часами, но оказалось потом, что некоторые люди только берут, 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 и получаются они такие закредитованные все. Что с ними делать? Это обесценивают всю систему. когда их становится достаточно много, то оказывается, что работают 10 человек, а работают на тех, кто потребляет. Для этого я предлагаю такую схему. Должны быть какие-то системы ограничения, что у человека есть определенный лимит, который он может взять. Я считаю, что этот лимит должен быть не просто фиксированной суммы, а он должен быть завязан на некоторый оборот, человек делает. То есть если у человека в принципе оборот в той единице, то он в месяц может взять там... Слушайте, оборот не говорит о том, что человек плохой или хороший. Я считаю, это... Нет, он говорит именно о... Он не говорит о том, что плохой или хороший. Он говорит именно об объемах экономической деятельности человека. С этим я согласен. Поэтому если у меня миллион оборот месячных, то в сто тысяч у меня минус это ерунда. Если у меня оборот двести единиц, то сто тысяч для меня недопустимо. есть я понял, почему ты говоришь? Таким образом условно, что человек от системы мог бы всегда получить больше, чем потерять, если суток с системой расстанется. тут смотри, наш мир, он ограничен. То есть больше взять, чем... Чем дадут, не получится. Значит, моя гипотеза стоит в следующем. Какой бы оборот ни был, большой, маленький, там, что угодно, это не говорит о том, что человек вернет или не вернет. Значит, у него есть баланс, грубо говоря. Он залазит в кредит. У него кредит, не знаю, минус тысяча, например. Вот это минус тысяча. Это значит, что он взял, потребил какие-то продукты и в случае, когда он как бы сольется, ну, не придет, не вернет, то кто-то этот должен понести в убытки. Так как существует субсидиарная ответственность других участников системы, собственно, она распределяется по идее. Но я считаю это неправильно. Я считаю, что есть люди, с которыми он взаимодействует, с кем он живет, с кем он дела ведет, с кем он каждый день пиво пьет. И вот эти люди, они его видят, это его окружение, они на него влияют. Они влиять могут хорошо, могут влиять плохо. В зависимости от того, подталкиваешь ты человека, обучаешь его, помогаешь, то человек либо справляется со своими взятыми обязательствами, либо, ну, как бы, тонет и что тут сделать. Так вот, вот эти люди окружающие, это те, кто поручается за него взаимное поручительство. На какую-то сумму. Тут очень важно. То есть не просто поручился, а я доверяю Васе. Доверяет он, например, на 500 рублей. Но это рипл. Это рипл. Да. Собственно, там невозможно. То есть кто-то тебе доверил. Да. Если ты там, собственно, с минусом баланса, значит, кто-то с кого-то с тему одеялом себя. Это кто-то тебе доверил, он сам тебе выдал кредит. Это кто-то. Здесь я предлагаю, то есть, смотри, он продукцию берет, берет продукцию у какого-то другого человека, который его не знает. но этот человек, он дает под обеспечение вот этих людей. Ну, в рипл так и есть. Да? Да, в рипл, там от этого человека до этого, то есть, цепочка. Да, выстраивается какая-то цепочка, и эта цепочка должна выстроить... Я доверяю тебе, ты доверяешь Васе, значит, я автоматически доверяю Васе цепочку. Ну, собственно говоря, если... Я тебе на тысячу рублей доверяю, ты ему там на 500 рублей доверяешь. Да. Значит, я ему на 500 рублей доверяю. Да, да, да. Вот. Ну, да, вот это... Значит, вот этот баланс может сместиться вот на 500 к максимуму. Да. Теперь, вот такая ситуация, например, взял товар, не вернул, убежал. Кто расплачивается? Расплачиваются в равных долях те, кто за него получался. Ну, в равных как? Вот, например, тысяча рублей есть, в сумме поручились... В рифле не главных, в рифле просто получился расплачиваться те... Там цепочка, она тоже получается, несколько ветвей идет... Но мы можем это оптимизировать, дописать и внутри уже сделать как нам надо, даже на базе рифа. И, например, полторы тысячи люди на полторы тысячи за него поручились, на тысячу он взял. Значит, получается один к полтора. Один к полтора, это значит, в полтора раза меньше каждый понесет убытков. За, как бы, ненадежного, за кого они поручены. Понятно, что нам, как бы, невыгодно поручаться за того, ну, как бы, за кого мы не знаем, там, поэтому надо ответственно относиться. И тут еще взаимное, то есть, если ты с человеком дела ведешь, он тебя знает, ты его знаешь, вам придется научиться взаимодействовать между собой, придется научиться доверять. Без этого никак. Это система доверия. Ну, на мой взгляд, это, в смысле, випл реализованная все уже хорошо. Другое дело, что, если говорить о рипле и о сарафане, то, к тому же, есть разница, что рипл это исключительно расчетная система. что и где ты покупаешь, вот это он продает вообще. Ну, так же, как SWIFT, это транзакционная система, но мы пользуемся банками. Мы SWIFT не пользуемся, мы банками пользуемся. Так же, сайты. Сайты решают задачи. Составление контракта, заключение сделок, передача товаров, учеты. А система это базы данных. Просто базы данных записи. Базы данных не работают. Зараз данных записи. Главное. Хорошо. Ну, все, спасибо.